Формула Чезава. Это не что? Чезава. Ну это не Ernesto Чезава. А вот Чезава. Ну, был такой предприятий формулы Чезава. Ernesto Чезава. Ну, к чему, так сказать, это все? Что за аппарат, за этим названием? Ну вот мы обсуждали, много времени, конечно, потратили на это обсуждение и выясняли, каким образом деформированное состояние сведы описывается с помощью тендера деформации. Он нам нужен, ну, в каком-то смысле, наверное, можно так сказать, не сам по себе, а для того, чтобы с его помощью решать какие-то вот задачи, какие-то практические вещи определять с его помощью. Ну и вот, в связи с этим, значит, возникает необходимость, разумеется, выяснить, как же переместилась какая-то частица среды. Если мы знаем тендер деформации, он локально определяет все перемещения, но это значит, что он определяет перемещение какой-то данной частицы относительно окружения. Но если мы рассматриваем, ну, какое-то конечное деформирование какого-то распределенного массива вещества, то это окружение же тоже как-то переместилось. И, в общем, нам недостаточно знать, то есть его, может быть, и достаточно знать, но вот с помощью этих формул мы будем знать, что же произошло с какой-то там болванкой в целом, если ее как-то там, значит, скручивали, давили там, и что-то такое. Вот для этого нам нужны вот эти самые формулы. Значит, вот тема, да, вот, в общем-то, такая вот эта формула, значит, найти какие-то формулы, которые позволяют по известному, мы его предполагаем известному, по известному тендеру деформации, надо найти какие-то перемещения, которые совершают, значит, наши, какие-то точки среды. Какая нас заинтересует, вот, для такой мы и вычислим перемещение, если у нас есть это самый тендер, ну, и кое-что еще. То есть это кое-что, это перемещение какое-то в одной единственной какой-то точке и тендер поворота. Вот в этой же точке, если мы знаем, то кроме этого нам надо, в одной единственной точке, ну, кроме этого нам надо знать поле тендера деформации, и мы тогда, вот, можем найти какие-то конечные перемещения с другой точки среды. При помощи тендера поворота, да? Что? При помощи тендера поворота, да? То есть в одной точке, я могу даже знать, да, надо знать перемещение и тендер поворота кращения для какой-то одной единственной точки. Но это обычно в постановке задач, вот какая-то фиксированная точка, какими-то условиями задачи мы, как правило, можем определить, что с ней произошло. Вот с одной единственной, ну, это как бы ей что-то такое навязанное, вот она должна так переместиться, вот в нашей задаче вот она должна как-то так, что-то с ней должно случиться. А, значит, уже все остальное мы с помощью поля тендера деформации в своей энергии, перемещения всех остальных точек. Вот, значит, об этом сейчас мы и попытаемся, значит, поговорить. Ну, итак, значит, сначала не сразу к формулам, а сначала вот такую вещь, значит, мы обсудим. Ну, будем считать, что деформации малы, то есть мы для нашего термза сейчас, на наших, значит, рассуждения, будем использовать вот такое выражение, пренебрегая ослабляемыми, где перемноженный компонент. Так вот, значит, мы видим, знаем, мы уже об этом говорили, очевидно, что это симметричная, относительно перестановки значков выражения, ну, и независимых компонент, следовательно, у нашего Тензора 6. Если мы хотим найти вектор, мы хотим найти, как переместимость, какая-то частица, то это значит, что нам нужны три компонента вектора перемещения. Перемещение задается вектором перемещения. Это три какие-то числа. А здесь у нас шесть. Ну, и вот возникает вопрос о совместности этих соотношений. Значит, на них, вообще говоря, мы доложим некоторые условия. Это будет иметь какое-то значение для того, чтобы получить формулу Чезар, хотя можно считать, что, ну, это вопрос такой, самостоятельный, представляющий какой-то, ну, собственный интерес. Тут действительно, ну, есть некоторая, так сказать, переопределенность в том смысле, что вот этих выражений и шесть. Значит, считайте, что мы вот здесь напишем, ну, или здесь напишем это вот определение, но вот пусть у нас есть какое-то конкретное выражение, где шесть какие-то функций заданы как функции кардинал. Ну, чтобы знать, что это такое представляет собой, ну, как функции всех трех х, у, и, 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 значит, у нас шесть какие-то функций. Здесь надо, кстати, это равно и задать какие-то шесть функций для того, чтобы задать полностью Д. И, собственно, если кто-то будет З, то встанет задача определить, значит, вот мы знаем в какой-то произвольной точке производные от компонент вектора перемещения. Мы хотим знать, как переместилась точка, нам нужен вектор перемещения. Вот здесь компоненты вектора перемещения, но они продифференцированы по есть. Вот и пусть нам мы уравнения имеем, я уже много раз говорил, значит, какие-то уравнения, которые, ну, физически, так сказать, возникнут у нас как решающую физическую ситуацию. И мы сможем найти эти с физикой как раз вот именно вот эти функции шесть, вот этих компонентов Д. А потом встает вопрос о том, а как же, собственно, перемещение произошло. Перемещение – это вектор, три компонента, а вот здесь у нас для производных, значит, компонент шесть. Ну, вот давайте прежде всего, то есть вот этот вопрос будем обсуждать. Вот как вот перейти к перемещению? От этих производных, которые нам считаются, мы считаем из-за того. Ну, вот давайте сейчас сначала просто, ну, как некий фактор, отметим вот такую простую ситуацию. Вот пусть у нас поле деформации однородное. То есть вот эти вот компоненты, пусть они, ну, давайте давящие ясности напишем, константы. Пусть все компоненты не являются функциями координатами реальных, они представляют собой какие-то числа. Шесть чисел. Вот с ноликом помечены какие-то фиксированные значения. Значит, ну, это, вообще говоря, деформация, которая такая, что она ни форму, ни объем не сохраняет. Потому что, ну, вот, в общем случае мы обсуждаем общую ситуацию, когда все они могут быть отличны от нуля, все компоненты. Ну, и, то есть, в общем случае, это какой-то, может быть, достаточно сложная деформация. Ну, вот в том смысле, что и не диагональные компоненты отлично от нуля, то есть форма искаживается, и сумма диагональных компонентов может быть отлично от нуля, то есть объем меняется. Ну, вот, тем не менее, это просто в том смысле, что поле гензера, значит, ну, предельно простое. Не зависит, на самом деле, от координат. Постоянно. То есть, во всех точках, по-моему, тоже. Вот. Значит, вот в этом случае, ну, очевидное, можно сказать, решение вот такого уравнения, которое возникает, ну, когда мы вот напишем, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10. Это равняется числом и кратая слой. Вот это уравнение, вот здесь заданные числа, это уравнение относительно компонентов вектора дегонации. Система 6 уравнений относительно вот этих вот компонентов. Так вот, решение, очевидно, может быть указано сразу, но тут просто догадаться не трудно. Это вот эти шестерки чисел, ну и плюс какое-то там, где-то у меня 0, ну и чуть-чуть другого для другого. Вот так. Вот решение в этом простом самом случае. Значит, естественно, пойдет, суммирование подразумевается. То есть для вот этого заданного и, и, и компонента она как получается? Значит, надо вот так, суммировать соответствующую строчку. Значит, ну, допустим, Y-компонента, да, надо взять Y-строчку, ну, в матрице, которая представляет центр, да, и просфимировать вот по этим трех столбцам. Значит, эти числа взять, они заданы нам известны, умножая их на радиус вектор, ну, той точки, для которой мы хотим найти перемещение. Значит, это та радиус вектор той точки, которая перемещается. Ну и, значит, вот это выражение даст нам перемещение вот этой точки. Значит, мы в виде уравнения решим, решаем вот таким вот образом. Ну, почему решаем? Ну, просто потому что, ну, проверкой, вот, ну, тут когда-то церет, очень просто. Вот если мы сейчас подставим вот в левую часть вот это выражение, что это получается? Значит, это получается одна вторая, и вот мы, значит, дифференцируем вот это вот выражение уидное по X-катам. Ну, это постоянное, а тут получается так. У, и, 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 и производная X, Y-катам. То есть, это символ. Й-катам. Правильно? Плюс второе слагаемое. Значит, У-катая. Вот надо видеть здесь, ну, может быть, вы не против будет, если я вот так для себя и для вас, в общем, больше можно сказать. Я вот напишу, ну, как? Это то же самое, совершенно просто, я вместо изночка написал, как, да? Если я сейчас буду по И, то что будет получаться? Значит, мне надо будет написать, ну, как, Ё, тут нолик, тут нолик тоже надо написать. И, значит, декта-символ. Сейчас я x, й дифференцирую по этому, то есть это будет декта и й. Вот. Ну, что это тогда? Значит, важно, встречающийся индекс подразумевает суммирование. Значит, одна вторая. Суммирование по й снимается и остается у й к нолика. А здесь что? Нет, там гика. Получается, что? Там гика. Не й к, а й к. А, ну, значит... Да не, вот часто то, что написано, как бы, вот, й к, а так вот, й к и, ну, й к заменили. И было й к заменили. Значит, я должен написать у к т, да? Я не заменил на к. Вот так вот, да? Теперь я у к т деференцирую по х и тому. Значит, у к й, вот у меня здесь правильно написано, и это это символ. Я х и й, я деференцирую по х и тому. И только это символы й. Это всё это гена. Вот просто даже на цели вот сравняется одна-вторая, сколько открывается, о, там, и... Нет, ниже. Да дальше, да, решишь? А, ну так она просто правая сначала й. Нет, вот, я внутри сколки, можно сказать, вот здесь суммирую по й. У меня у вас два члена, но каждая из них сумма по й. Да. Каждая из них сумма по й. Сумма снялась? Ну, й, значит, не должно быть, а у вас й написано. А, вот. И, конечно. Значит, я виноват к й. Значит, вот этот й снимается при значении х. У, К, И. Ну, в силу того, что, значит, эти числа, вот эти шесть чисел, конечно, мы и будем задавать, требуя, чтобы была асимметрия. Мы же пытаемся изобразить, значит, этими числами, как конкретное и конкретное выражение для тензора. Тензора, который является симметричным. Ну, поэтому мы все же должны выбрать таким образом, чтобы у ИК было равно УКИ. Ну, и вот у нас в результате получилось, что у ИК с ноликом, то есть уравнение удовлетворилось. Вот это, ну, это не одно уравнение, значит, это шестеро. Это шесть уравнений, но мы видим, что, да, вот пример решения. Пример решения мы решили, вот в этом простом случае мы задачу решили, мы нашли, мы видим, что вот это есть решение. Значит, вот еще раз линейная комбинация, значит, через вот эти компоненты тензора деформации, значит, вот каждый вектор перемещается, ну, в зависимости от того, откуда он перемещается. То есть какая-то вот цитатная позиция, да, она определяет, значит, кто там, как там будет перемещаться. Ну, ладно, в общем, наверное, хватит. Сейчас, значит, вот этот частный вариант, значит, мы обсудили, а сейчас вернемся к условиям совместности. И вот тут, конечно, это очень такая замурительная, значит, штука, вот как вот их получить. Такие преобразования надо совершать, ну, тождественные, может быть, но там, значит, надо сразать очень честно, что-то там добавил и для компенсации выкил там, не путаться в значках. Вот поэтому я сейчас просто выпишу, спешу, значит, эти все преобразования, да. Вот у нас большая марка, и что-то не забудется, и не теряет. Значит, стат состоит много чего. Значит, предполагая, конечно, что поле деформации достаточно гладкое, мы можем записать некое тождество, в котором компонента тензора деформации дифференцируется по двум разным, ну, вообще говоря, разным координатам. И, ну, от порядка дифференцирования, если поле гладкое, ничего не должно зависеть. И просто вот напишем такую вещь на четвертую. Будем считать это сурсистом. Вот, d2o kdxdxdxdxdxdxdxd. Вот, мы объявлены, так сказать, дождественным дулем. Хотя, конечно, не при любой зависимости ум так будет, что можно поменять свободно, значит, порядок дифференцирования. Но если поле не какое-то самое нарочно придуманное, а такое физическое, то, конечно, можно вот так вот порядок поменять. Ну, вот сейчас, значит, давайте вот что сделаем. Значит, мы добавим, копеем частям этого дождества, вот такое выражение. Значит, вообще все это, конечно, ну, с определенной ноликой, с преследованием определенной цели, но надо очень сильно напрягаться, чтобы учитывается запомнить, значит, я просто вот сейчас, значит, напишу, что... Значит, значит, вот это вот наше старое, и вот мы к нему, ну, может быть, чтобы мне писать поменьше, будет все-таки намного быстрее, ручка на доске. Вот я стираю этот ноль и сюда добавляю вот такие, значит, два слага. Сейчас справа я еще раз напишу вот это же. Справа был ноль. Я вот это добавил, значит, это я здесь должен добавить грудь. И, следовательно, я пишу, вот это вот ухитер, вот dx вверхе, dx вверхе, dx вверхе, минус d2q вверхе, вот dx вверхе. Вот. Ну, получилось вот такое соотношение, которое мы считаем тоже. Значит, теперь, вот у нас есть выражение для тензора вращения, антисимметричной части тензора дисторсии. Значит, вот я ему напишу в примере, вот оно такое. Вот оно. Выписано просто. И давайте сейчас продифференцируем это определение правой-левого части по х-каттам. Ну, тогда, значит, у нас возникает вот такое соотношение. Результат дифференцирован. В, два, ну, ют, о, dx вкаттамон и dx вверх, осталось. И минус d2n, а по dx вкаттамон, dx вверх. Вот. Ну, что же. Значит, вот если мы сейчас с вами прочитаем вот это уравнение, так сказать, справа на меру, и еще умножим его на одну вторую. Вот. Значит, я умножаю это на одну вторую. Ну, и тогда у меня тут вот. Значит. Опа, ну, вторую. Тогда сюда тоже. Так, значит, ну, конечно. Не, может, просто только вот вторые, последние два слагаем на одну вторую умножить? Ну, может, на одну вторую надо все? Ну, все. Ну, все. Сейчас я. Значит. Дело в том, что вот здесь я должен увидеть... Так, значит, вот, может быть, мне надо объединять. Значит, вот так. Наверное, вот так. Вот здесь у меня есть и производная по dx, так, значит, мне нужна dx, y, и чтобы остались по i и по k. y я уношу. Да, вот на самом деле я вот здесь вот заряду. Ну, ладно. Тогда мы ставим вот такую вот общую скобку. Вот. Ну, я вернулся к тому, что было написано выше. Да? Умножил на одну вторую. Значит, сейчас сделаем следующее. Значит, вот объединили вот эти два слагаемых и вот эти вот два. И вот здесь за скобку вынесем вот здесь. Вот в этих двух. За скобку вынесем dx, y. Там что тогда останется? D, u, k, t, d, x, y, t плюс d, u, y, t, d, x, k, t. С одной второй это будет компонента тензора деформации u, k, i. То есть, вы вот сюда вот, да, я перехожу. Вот так вот объединяя, значит, вот эти вот два слагаемых подсоединенные скобкой. Значит, я могу записать. Таким образом, это d под dx, y, и кубка i стоит. Это вот эти вот два. Теперь вот эти вот два. Ну, это же получается, что вы как бы проносите, дифференцировали, как раз как будто бы меняете. Нет, что ли? Это не важно. Порядок нам не важен, что ли? Dx, y, d, x, y. Так мы начали с того, что мы сказали, что более гладкое, и от порядка дифференцирования этот стат не зависит. С этого стартовали, так что это уже было принято. Ну и, значит, вот отсюда, да, выносим x и t, выносим x и t. Но причем, значит, они оба эти слагаемые, естественно, с минусом, да, и поэтому, значит, минус d под dx и t, вот. А тут, значит, что остается? Ну, они соединены, минусом, да, значит, d, u, k, t под dx и t, уже, если в словке, то с плюсом, d, так, d, u, x и t вынесено, d, u, k, t под dx, y, или d, u, y, t под dx, k, t, t, u, k, y, t, u, k, y, u, k, y, потому что там, u, y, t, y, t, u, k, y, значит, вот это, то, что тут у меня получилось, да, значит, оно равняется вот, вот этому вот выражением, вот этому выражению, потому что, значит, смотрите, что вот у нас здесь стоит с одной и второй, значит, d, u, y, ну, если мы опять же переставим местами, и здесь d2, u, i, t, x, y, x, k, t, вот, вот, вот эта правая часть, это, как раз, ну, вот, если, значит, на одну вторую мы все умножили, да, то эта правая часть, это как раз вот эта вот штука, то есть, значит, мы можем сказать, что вот это вот выражение, вот эти наши усилия, значит, мне привели к тому, что это, что у меня есть часть, а значит, поделённое, то есть поддифертируем, конечно, по dx, k, сми-к, сми-к. Да, надо, надо или минус, или ее тогда, потому что у вас на таятке и в x, а не вас ждите. Так, что у меня, что я слышу? Ну или просто йод, наверное. Может, здесь просто оброт есть. И йод. Так, ну что, кажется, да, вроде 60. Получается так, что минус стоит, да? С минусом, да. Надо переставить. Ну да, и йод. И йод. Ну, это лучше, чем писать минус, конечно. Вот. Значит, если мы сейчас продифференцируем это соотношение еще раз, вот это последнее. Значит, если мы его еще раз продифференцируем по xn, то, значит, у нас получится вот что. Ну, вот я смотрю то, что было написано, да? Написали, наверное. Вот. Значит, если мы сейчас это продифференцируем еще раз по xn, то тогда у нас получается. что д, два, туполь, м, и, йод, д, икс, м, и, д, икс, к. Ну, значит, это равняется. Д, два, у, к, и, по д, х, л, д, х, и, и минус д, два, у, к, и, по д, х, л, д, х, и. Значит, вот, что получилось. Значит, теперь заметим, что, ну, в силу принятых нами предположений, значит, вот левая часть этого равенства симметрична относительно перестановки значков или и к, ну, потому что порядка дифференцированного, значит, ничего не зависит, мы из этого исходим. Тогда, значит, правая часть, правая часть обладает такой же симметрией относительно перестановки этих значков или как? Ну, тождество фактически пишем тождество, но в предположении, конечно, что переставлять дифференцирование можно, но если это так, то дальше мы, по сути дела, значит, вот переписываем тождество. Перетаскиваем, там, добавляем, вот, и, значит, правая часть должна обладать вот этой же самой симметрией относительно перестановки значков или к. тогда равна нулё свёртка вот этой правой части с символом, ну, с тензором левитивитом. Я не помню, ну да, говорил же я уже про него, и вы говорили, что вы, конечно, знаете, вам, минимум, Анатолий Ефеевич рассказывал про все. Все, такой вот, в данном анализе. Значит, вот теперь, вот это вот мы как бы уже забыли про то, что это запись. Важно, что вот у нас есть вот это вот выражение симметричное относительно перестановки значков L и G, и мы сейчас, значит, свернём это выражение с тензором левитивита. Ну, давайте, и свёртка должна быть равна нулю, потому что анисимметричный тензор сворачиваем симметрично. Ну, я для экономии мил, вот сделаю так, вот напишу вот здесь, ну, дельта там, скажем, выражение, чтобы выбрать новую страну, которая не мучится, не изобретает, вот это равно нулю, напишу. Значит, то есть подразумевается, что по K и по L будет выполнено суммирование, и вот при суммировании должен получиться 0, а суммирование должен получиться 0. Значит, это 27 районов, потому что звучащие значки это V и идет, а K и L по ним подразумевается суммирование. Ну, значит, 3 на 3 на 3, 27, 27 соотношений, на самом деле написано вот в такой форме 27 соотношений. Ну, значит, еще такой фокус. Давайте это умножим на дельта Q и Y. Еще один символ леви-черик. Ну, суммируем. Бои боят при этом. Но, значит, складывали-то мы каждый раз 0. Ну, вот есть одно из 27 соотношений, да? А 0, право чисто равна 0. Ну, мы умножаем вот на это дельта, это единица, либо минус единица, либо 0. А потом все эти написанные уравнения складываем. Но все равно это 0, каждая слагаемая 0. Поэтому в сумме все равно, значит, остается 0. Теперь такой фокус. Вот у нас, значит, во втором слагаемом, в этом, значит, взаимно заменим значки суммирования и Y. Мы по Y, Y, суммируем, значит, вот мы их можем взаимно заменить. Ну, тогда что получается? Вот когда я, ну, отделю мысленно, да? Вот, может быть, даже переписывать не буду, скажу про это слова. Значит, вот отделю, напишу мысленно, отделю. Видим, вот написано отдельно, раскрытые сроки. Вот второе слагаемое. Значит, это вторая производная и вот свертка этих тензоров. И мы в ней заменим значки и Y, как не мы, заменим их местами. Значит, что тогда произойдет? Перестановка двух значков в символе Львичевита сменит знам. А все остальное после этого превратится в первое слагаемое. Смотрите, там, вот, если посмотреть вот на это, то чем тут получается? И Y просто перестанет. И Y перестанет. Поэтому можно утверждать, что вот то, что у нас после этого всего получается, может быть записано так. Значит, первое и второе слагаемое ничем не отличаются друг от друга. Ничем не отличаются друг от друга. То есть можно написать 2, дельта, Q, I, Y. Ну, первое, скажем, пишем. Дельта, Q, K, L. Дельта, Q, K, L. И тут D2, Q, K, I, D, X, L, D, X, L, D, X, L. Равно нулю. Равно нулю. Равно нулю. Равно нулю. Ну, значит, что в итоге у нас получилось? У нас получилось шесть уравнений на самом деле, потому что, значит, звучащими значками являются париков, по остальным производится суммирование. По остальным производится суммирование, но поскольку, значит, перемена местами по его, естественно, ничего, это звучащие значки, она, разумеется, ничего не меняет по уравнению, поскольку, значит, у нас два звучащих значка, но перестановка их местами ничего не меняет, поэтому у нас не девять, а шесть уравнений. Шесть уравнений. Так вот, значит, эти шесть уравнений и называются условиями или уравнениями совместности с n-b-n. Они были, видите, вот где-то там, я не знаю, публикованы с n-b-n в 1860 году. Значит, ну, что это такое? Это вот уравнение, которым должен подчиняться наш тензор. Это дополнительные условия, понимаете, значит, у нас вот компоненты тензора, да, их тензор деформации. Значит, вот их шесть, мы говорили, что их слишком много, надо бы добавить условия какие-то. Так вот, значит, шесть условий, вот они добавлены. Хотя, значит, вот это было выписано с n-b-n в 1860 году. А вот, значит, кажется, у Победы я выписал, что условий-то надо три. И вот, ну, не знаю, правильно это понимаю или нет, но вопрос повис, значит, опять. Тут условий стало слишком много. И вот доказательства я не знаю, но вот из Победы, по-моему, я вот выписал такую цитату. В 1892 году, через 32 года, в Бельтраме было доказано, что имеется только три независимых условия совместности. Они как-то связаны друг с другом. Я, к сожалению, даже не знаю точно, как это именно делается, как это доказывается. Вот, значит, Пельтраме это тоже, значит, ну, один из очень известных механиков. Человек, который занимался тоже, значит, вот сплошной следой. И где же там, так, где-то я, в общем-то, какой-то делал так. А, ну вот, про него, и что мне надо сказать, что... Это тоже итальянец. Значит, вот, Элл Женера в Бельтраме родился и где-нибудь в Кремоне, делать знаменитые скрипачи, то есть предметители скрипок, значит, в Женере. Ну и умер он как раз в 1900 году. Значит, родился в 1735. Значит, с моей трудой отмерзли к дифференциальным измерениям. Значит, что касается Сен-Гринана, то, значит, это как раз, естественно, француз. Ну, он жил раньше, родился еще в 18-м веке. Умер в 1886 году. Вообще-то довольно длинно, но жизнь не привыкла. Ну, вот, основные труды у него по теории выпругости – сафроматно-гидравлики, гидродинамики. Ну, что ж, значит, вот, кроме, значит, Сен-Гринана, тут упоминается еще ультрами. И вот, забегая вперед про Чезера, хотел бы сказать, что, значит, это профессор не Амбольского университета, но это, значит, очень известный тематик в смысле, зависит от суммирования расходящихся рядов, он свои приемы разработал, суммирование, значит, расходящихся рядов. Ну, в общем, вот видите, как просто это все, значит, тянулось вот 32 года от Сен-Гринана до Галитрана. Так, ну, вот тоже, значит, я, правда, и для себя выписывал, но, может быть, вот, вам должен будет не уметь на их услышать вот такие цитаты, значит, вот из теории упругости Ханна, я очень выписал, что кинематические уравнения, это уравнение, которое определяет также информацию, значит, их на носке нет, ну, фактически вот это уравнение, он называет пинематическим уравнением, которое определяет данную информацию. Значит, они представляют собой признанную информацию шесть дифференциальных уравнений частных производных, для трех компонентов электропремещений. Ну, вот то, что я говорю, о чем я говорю. Значит, следователи имеют место в переопределенности, поэтому шесть компонентов данной информации не могут быть независимыми друг от дома. Соотношения, существующие между ними, называют условиями совместности или условиями неразрывности. Это вот связано с предположением о том, что можно переставлять производные места, то есть считается, что поле деформации не имеет разрывов в производных, то есть не бывает так, что, ну, дырка возникает в среде. Вот это вот имеется в виду. Значит, их вывод возможен различными способами. Вот, имеется вот эти, сангвинат. С одной стороны, они могут рассматриваться как условия интегрируемости, приведенных выше дифференциальных уравнений. Другой подход, с чем мы говорим. А с другой, они выражают физический факт, состоящий в том, что все тело до и после деформации непрерывное, не сплошное и частицы материала связаны друг с другом. В теле не появляется никаких пустот и пол. Вот, ну, то, что я выдвигал в качестве аргумента, это как раз этот второй подход. Но, ну, вот я хотим просто процедировать, чтобы вы слышали, значит, что, вот, может быть, другой вывод. Они, эти уравнения сангвинатом могут рассматриваться как условия интегрируемости, условия существования решения. Вот этих вот уравнений. Значит, условия совместности непосредственно получаются как математические тождества при исключении перемещений из кинематических уравнений. Ну, вот, потом они выписаны. Вот тут. Ну, у него там форма записи, у Хана другая. Значит, эти уравнения являются необходимыми условиями того, что существует поле перемещений, по которому определяются деформации, ну, согласно вот этой формуле, которая есть, определение тождеформации. Для односвязной области, то есть области, ограниченной гладкой кривой и не имеющей отверстий, уравнения совместности с сангвинатом являются также достаточными условиями существования однозначного поля перемещений. Ну, и вот, примечание такое, что доказательство этого впервые было получено Пуссинеско, значит, это тоже у меня где-то про него, значит, что-то там тоже, но это вот тоже француз, уже перебравшийся в 19-й период, в 1929 году, который только умер. Значит, доказательство этого было впервые получено Пуссинеском в 1871 году, другим путем, в 1889 году были Траме, а в 1906 году Чезаро. Ну, видимо, не знаю, как они там, не знали друг друга в Италии, что ли, что там, ну, в общем, вот таким вот просто на одном этаже жизни выходили. Ну, дальше, значит, для многосвязанной области, напротив, условия совместности являются только необходимыми, но недостаточными условиями существования однозначно перемещены. При этом должны быть появляться дополнительные условия непрерывности. Ну, вот это, видимо, как раз вот эти вот соображения, которые, то, что было доказано в Италии, что... Следует еще указать на то, что при формулировке задачи крупности компонентов перемещения как основных функций, уравнения совместности удовлетворяются автоматически. Однако, если исходить из деформаций, выражая их, например, через напряжение, вот о чем я уже много раз говорил, без использования перемещений, то уравнения совместности будут входить в число основных уравнений, которые должны быть удовлетворены. Вот. Ну, что ж, значит, вот. Ну, тут еще вот, на эту же тему из книжки «Победрия», на которую я, значит, ссылку давал, там, в литературе, для односвязного тела необходимого достаточным условиям интегрируемости, то есть возможность окупить перемещение по задному полю деформации, в тендере деформации, является выполнение условий совместности. Если же тело многосвязано, ну, с дыркой, то перечисленные условия только необходимы, и к ним требуется добавить по три уравнения, ну, там, для каждого контура, который мы можем представить себе, не стягивающегося в одну точку, то есть контура, который нельзя стянуть в одну точку, из-за того, чтобы он охватывает какую-то дырку, стянуть так, чтобы он оставался весь, все время в теме, так сказать, какой-то в этой нашей среде. Ну, вот, это по поводу, значит, этих самых условий совместности с Эмвенаном. А сейчас, собственно, вот насчет того, как быть с определением деформации. Ну, может быть, нам устроить... Устроить? Он уже был, да? Ну, сейчас, вроде, как раз он еще кончается, что ли. Значит, давайте маленькую перерыву. Спасибо. Спасибо.